Сто стран в Африке, на значительной части территории Евразии и в некоторых районах Южной Америки. Что может быть у них общего? Ответ прост. Постоянная угроза масштабных производственных потерь, прекращение экспорта продукции, дестабилизации продовольственного рынка и разорение животноводов. И причина тому – постоянно перемещающиеся между континентами штаммы вируса ящура. От этого высококонтагиозного заболевания не застрахованы даже островные государства. Вспышка ящура в Великобритании в 2001 году стоила стране 16 миллиардов долларов США и 10 миллионов голов убитых животных. В дореволюционной России и позже, уже в Советском Союзе, эпизоотическая ситуация по ящеру была чрезвычайно сложной. Ущерб исчислялся миллиардами рублей. Для создания системы мероприятий по борьбе с этим заболеванием в 1958 году был открыт Всесоюзный научно-исследовательский ящерный институт. В результате разработанных его специалистами методов диагностики и вакцино-профилактики болезнь в стране была побеждена. И перед институтом открылись новые горизонты. Возможность изучать различные вирусные и бактериальные инфекции. Производить современные диагностикумы и вакцины против многочисленных заболеваний, поражающих крупный рогатый скот. В России целый спектр таких препаратов есть, пожалуй, только у нас. Потому что у нас постоянно идёт совершенствование уже выпускаемых препаратов. Проходит разработка новых препаратов. Наверное, такой перечень и в России, и в ближайшем зарубежье никто не представляет. Профилактика болезней животных, в том числе и крупного рогатого скота, конечно же, намного дешевле, чем убытки, которые хозяйствующие субъекты, животноводческие хозяйства будут терпеть в результате той или иной инфекционной патологии. Сегодня бывший ящерный институт имеет другое название и гораздо более расширенный функционал. Нодулярный дерматит, блютанг, вирусная диарея, инфекционный иринотрахеид, лейкоз, коронавирусные инфекции крупного рогатого скота. И это далеко не полный перечень заболеваний, которыми занимается Федеральный Центр охраны здоровья животных. Для каждого вида вируса здесь разработаны свои методы идентификации и технологии изготовления вакцин. Но принцип работы со всеми патогенами один – комплексный подход к искоренению болезни. После проведения диагностических комплексных, диагностических исследований, специалисты нашей лаборатории, нашего центра обязательно проводят консультационные какие-то мероприятия, выезжают в хозяйство, оценивают ситуацию на местах, учитывая как клинические, как эпистологические, патологоанатомические данные. И завершающим моментом, конечно же, является разработка рекомендаций по специфической профилактике теле иных инфекций. И всё же ящеру в институте по-прежнему уделяют особое внимание. Вспышки этого заболевания способны нанести непоправимый урон сельскому хозяйству и экспортному потенциалу любого государства. В 2013 году вспышки болезни в Забайкальском и Краснодарском краях, вызванные новыми для России вариантами вируса, чуть не поставили эту работу под угрозу. Задача – срочно адаптировать опять новые эти изоляты и сделать производственные штаммы. В 2013 году мы эту работу проделали, и на сегодняшний день мы имеем достаточно уверенное благополучие по ящеру, благодаря нашим вакцинам. Отнюдь не все государства могут похвастаться такими впечатляющими результатами, и уж тем более самостоятельно справиться с опасным заболеванием. Поэтому высокоэффективные противоящерные вакцины в НИИЗ-Ж за рубежом пользуются заслуженным спросом. Так сложилось исторически. Наш институт, он практически все свои 10-15 лет, он работает на экспорт. То есть вся вакцина идёт на экспорт. Но вы сами понимаете, что за границу плохой товар продать очень трудно. Вот это, наверное, о многом говорит о качестве нашей вакцины. Сегодня ветеринарные препараты института зарегистрированы в 20 странах СНГ и дальнего зарубежья. Вакцины в НИИЗ-Ж не раз спасали животноводство других государств. Например, Монголии, где несколько лет назад удалось ликвидировать ящерную эпизаутию. Тогда в страну синего неба было поставлено 37 миллионов доз российских вакцин. В 2016 году институт в кратчайшие сроки изготовил и направил крупную партию противоящерных препаратов уже в Армению. Новейшей разработкой нашей лаборатории и нашего центра вместе является создание вакцины на основе серотипа А, относящейся к генетической линии G7. Сейчас Саудовская Аравия, Кювейт, Турция, Армения наблюдают вспышки животных. И причиной этих вспышек является именно этот изолет, относящийся к генетической линии G7. Мы в довольно кратчайшие сроки сумели адаптировать данный вирус. И на сегодняшний день мы обладаем производственным штаммом. Ученые института работают в разных точках земного шара. Где бы ни произошла беда, они всегда готовы оказать диагностическую помощь, купировать первичные очаги и создать устойчивое благополучие по ящеру в любой стране. К нам поступает информация. И специалисты нашего института выезжают в этот очаг, отбирают под материал от животных. Дальше мы здесь определяем тип вируса, какой выделен. Уникальность производимых институтом вакцин заключается в умении в сжатые сроки разрабатывать препараты из актуальных штаммов. Ученые знают, что секрет их работы заключен в оперативном взаимодействии с окружающей средой. В мире бывают разные вспышки, относящиеся к разным серотипам и генетическим линиям. Наиболее лучший эффект будет вакцина, разработанная из данного штамма, который вызвал эту вспышку. И у нас работа поставлена таким образом, что мы можем в кратчайшие сроки адаптировать данный штамм в качестве производственного и буквально через три месяца выдать готовую продукцию. Для полного искоренения заболевания и правильно составленной программы профилактики необходимо также знать всё об источнике происхождения вируса. Наша задача заключается не только в том, чтобы подтверждать клинический диагноз на болезнь. Мы ещё проводим так называемую молекулярно-генетическую характеристику вирусов-возбудителей особо опасных болезней. А это значит, что эксперты в НИИЗ-Ж способны определить, откуда пришла болезнь. Например, исследования института показали, что все вспышки ящера в России за последние 20 лет были вызваны заносом болезни с территории сопредельных стран, главным образом из Китая. Диагностические услуги и вакцины в НИИЗ-Ж востребованы как в России, так и за границей. На постоянной основе осуществляется поставка российских препаратов для профилактики ящера в страны СНГ, Азии и Ближнего Востока. Работа и достижения института давно признаны мировым ветеринарным сообществом, удостоены многих наград и высоко оценены международными организациями. В НИИЗ-Ж является референтной лабораторией по ящеру продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, а также Международного эпизоотического бюро. Я всегда был впечатлен их деятельностью, теми объемами работы, с которыми они справляются. Особенно импонирует то, что здесь одновременно занимается и исследованиями, и разработкой, и производством очень хороших ветеринарных препаратов. На самом деле, очень сложно работать успешно по трем направлениям. Институт во Владимире аналогичен нашему институту Великобритании. У нас много общего. Спектр производимых Федеральным Центром охраны здоровья животных ветеринарных препаратов для профилактики болезней крупного рогатого скота включает Сорбированные вакцины для иммунизации против ящера КРС, яков, буйволов, верблюдов, овец и коз, в том числе содержащие новый производственный штамм AG7. Эмульсионные вакцины для иммунизации против ящера свиней и КРС на Ариах ВАК. Универсальные концентрированные вакцины против ринотрохиита, парагриппа, вирусной диареи, пастерилеза, рота и коронавирусной инфекции крупного рогатого скота. Продолжение следует...